Саламастер Махрумиттова Тандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хотел сообщить некоторые подробности, которые неизвестны средствам масс информации Казахстана по причине того, что они контролируются семьей Насултана Назарбаева. И это очень важная информация, связанная с деятельностью Назарбаевых на территории иностранных государств. В частности, сейчас речь идет о Франции и Швейцарии. На самом деле, география их действий, именно незаконной шпионской деятельности, она распределена по многим странам Европы. Я сейчас их не буду перечислять, потому что, я думаю, это тема следующих эфиров. Соответственно, это действия будут моих адвокатов, мои действия, связанные с безопасностью и с возможностью участия в этих операциях прямо нынешней власти, а именно Назарбаевых. Дело в том, что в западной прессе, именно во французской, швейцарской, прошли сообщения о том, что 21 марта в одной из провинций Франции, которая прилегает к территории Швейцарии, в лесу был найден расстрелянный охранник Дарьи Назарбаевы. Охранник был застрелен пятью пулями, он не просто был застрелен, он расстрелян был. Ну и, конечно, там у следователей существовали разные версии. И сейчас французские СМИ пишут, что одна из важных версий, которая разрабатывается следователями, это участие именно семьи Назарбаевых в этом преступлении, а именно убийстве этого человека. Дело в том, что этот убитый телохранитель Дарьи Назарбаевой, господин Фарисе, он по сообщениям французских СМИ был уже не просто охранником, но также занимался разведывательными операциями, как они пишут, для семьи Назарбаевых. Спрашивается, какие разведывательные операции мог осуществлять этот человек. Как выяснилось, это бывший сотрудник внешней разведки Франции, то есть, соответственно, подготовленный человек именно в области шпионажа, не только как телохранитель. Здесь я хотел бы дать вам некоторые подробности, которые я длительное время не раскрывал, не рассказывал, но в целом я, в общем, говорил о том, что на территории Франции за мной идет постоянно охота, охота со стороны специальных служб, нанятой Нурсултаном Назарбаевым. Дело в том, что мои, скажем, люди, которые помогают обеспечивать мою безопасность, они постоянно отслеживают в какой-то момент появление неожиданной слежки. С учетом того, что в 2013 году, летом, моя семья была похищена из Рима, это жена и дочь из Италии, понятно, что мы достаточно хорошо представляем повадки наших спецслужб и понимаем, что Нурсултан Назарбаев планирует любым путем со мной расправиться. Собственно, как он расправился со своим зятем, организовал убийство его в австрийской тюрьме. Когда я находился в Лондоне, на меня было организовано тоже покушение, был произведен таранный удар моей автомашины, многократный, с попыткой меня сбросить на встречную полосу. Это, причем, было в центральной части Лондона, ну, скажем так, недалеко от центра. И, соответственно, за мной была установлена слежка на вертолетах постоянно. Мой офис находился в Лондоне на 36 этаже, и вертолет даже подлетал на 36 этаж, и, опасаясь, что это, возможно, какой-нибудь снайпер, я был вынужден и окна тоже завесить так, чтобы не было видно, кто находится внутри офиса. Затем, в январе 2011 года, я получил предупреждение от полиции. Они ко мне пришли в 12 часов ночи, попросили приехать в полицию. Я, понятно, сопровождение адвокатов приехал к полицейским Лондона, и они сообщили мне, что на меня готовится покушение, возможен захват, похищение, и такое же похищение, возможно, членов семьи. Собственно, это привело к тому, что в течение 2011 года я готовился сначала защитить себя как-то, но потом, когда понял, что местные службы мне, во-первых, запрещают иметь вооруженную охрану. Все, что они мне разрешили, они сказали, в случае, если у вас проблемы, вы должны успеть позвонить, сказать, что на вас совершается нападение. Ну, я по этому поводу, конечно, очень иронично их предложение воспринял. Получается, что у меня не было никаких возможностей защитить себя, потому что в Англии частные охранные службы не имеют права иметь оружие. Но при этом, скажем, нападающие могут делать с тобой что угодно. Собственно, это привело к тому, что я был вынужден покинуть Англию, и тем более, что английские полицейские мне сообщили, что эти риски с возможным похищением или убийством связаны с вашей политической деятельностью. Они сказали, мы перехватили сообщение, которое говорилось о возможном вашем убийстве. Ну, вы понимаете, что с учетом того, что в свое время Литвиненко был отравлен полонием в Англии, были какие-то еще другие эксцессы, ну, собственно, был позже убит Березовский у себя дома, то, конечно же, я принял решение, что нужно покинуть Англию и самому защищаться от возможных последствий от организации убийств. Ну, это со мной происходило не единожды. В Москве против меня были организованы попытки убийства, снайпер и так далее. Поэтому я психологически был готов и действовал очень быстро и оперативно. Мне часто задают вопрос, как же так получилось, что Рахат Алиева убили в тюрьме, там еще кого-то убили, а вы какой-то неуловимый. Ну, на самом деле, не совсем так. Мою семью похищали. Даже мы выстраивали какую-то линию защиты, меняли страны, меняли города, меняли местоположение регулярно. Но, тем не менее, с учетом гигантских ресурсов, которым располагает султан Назарбаев и с учетом того, что он нанял огромное количество агентов, как вы понимаете, что, скажем, свое местоположение очень сложно скрыть. Особенно, если у тебя есть семья, если дети учатся в школе, даже если у них другие фамилии, это практически невозможно уйти от преследования. В этой связи, собственно, и произошло похищение моей семьи, хотя они жили под другими фамилиями в Италии, в Риме. Вот. И теперь я хотел бы рассказать о ряде событий, которые связаны с преследованием меня лично и моей семьи за пределами Казахстана, а именно Франции и в Швейцарии. Сразу скажу свою позицию. Я прошел тюрьмы, прошел пытки. Я пережил многократные покушения и избиения и хочу просто объяснить. Я абсолютно не боюсь никаких ни покушений, ничего, потому что я свой выбор сделал. Мой выбор очень простой добиться смены режима и построить сильную демократическую страну. Я в свое время заявлял, что ничего меня не остановит, только в случае, если они сумеют меня убить. Поэтому, как нормальный человек, все, что я делаю, я просто предохраняюсь от возможных попыток убийства, очень внимательно перемещаюсь, меняю местоположение. Ну, скажем так, я не буду говорить детали, применяю разные приемы, которые бы затруднили реализацию плана Нурсултана Назарбаева. А сейчас, с учетом предполагаемых выборов, конечно же, я мешаю этой семье реализовать свой план, передать власть Дарье Назарбаевой первой, построить монархическое государство, ханство и организовывая сопротивление наших сторонников по всему Казахстану. Вот, собственно, это основная причина, почему Нурсултан Назарбаев использует разные приемы, чтобы ликвидировать меня, как своего политического оппонента. Итак, что происходило, например, в прошлом году? Дело в том, что, на самом деле, конечно же, как человека можно следить, это его контакты с членами семьи. То есть, они откладывают членов моей семьи, постоянно за ними следят, сопровождают, и таким образом, когда они встречаются со мной, они определяют мое местоположение. Ну, фактически, это незаконная деятельность на территории чужого государства, шпионаж и любые другие действия, которым можно прямо квалифицировать противоречию законодательства как Франции, так и Швейцарии. Против моей дочери и зятей были организованы различные провокации. Под машину их подкладывали специально следящее устройство, они писали неоднократные заявления в швейцарскую полицию. одного человека моя дочь сняла на телефон и он просто растерялся и когда она потребовала показать, что он там записывает, он перепутал, не то, что перепутал, отдал другой телефон, ну, выяснил, что у него там запись и вообще шрифт иврит, то есть выяснил, что он бывший работник израильской разведки. Собственно, представители бывших работников израильской разведки участвовали в похищении моей семьи. Сейчас в Италии идет суд, судебный процесс, они обвиняются в участии в похищении, это полицейские и другие лица, и будут, конечно, там и представители разных частных охранных так называемых служб, которые на самом деле занимались шпионажем на территории чужой стороны, в частности вот в Италии. Итак, я озвучиваю сейчас то, что происходило в прошлом году. В связи с тем, что за мной шла постоянная слежка, я перемещался, уходил от преследований, часто менял местоположение и мы обнаружили слежку. Когда мы начали перемещаться, уезжать, за нами постоянно шла погоня, несколько машин, они меняли позицию, в общем, мы и так несколько раз уходили от преследований, меняли местоположение. То есть, фактически, весь прошлый год я жил именно в таком динамичном режиме, постоянно менял местоположение, постоянно уходил от преследований. И мы, конечно, пытались понять, какие компании были наняты для осуществления такой шпионской деятельности, во-первых, во-вторых, криминальной подготовки нападения и организации похищения или убийства. И, конечно же, как человек, многократно переживший возможные нападения, такие, похищения и так далее, я очень внимательно смотрю по сторонам, слежу за теми людьми, которые потенциально могут оказаться представителями на султана Назарбаева. И мы много раз замечали, когда неожиданно появлялись машины, и мы понимали, что оттуда могут появиться люди, которые будут участвовать в захвате и похищении. также я из разных источников и со стороны самого Комитета национальной безопасности, где, конечно, у нас есть сочувствующие люди, я получил информацию о том, что предполагается мое похищение и захват территории Франции. И это привело к тому, что я опять был вынужден поменять мое местоположение. Очень многие мне говорят, что я должен сделать более яркие свои ролики, музыка, неужели у вас кто-то не может записать, почему у вас там нет таких развлекательных роликов и все прочее. К сожалению, эти люди не понимают, что я живу в режиме такой высокей динамики, у меня нет большого количества людей, которые бы меня открыто сопровождали, могли бы организовывать встречи с кем-либо, записывать и все прочее, потому что чем больше людей вот такого рода меня бы сопровождало, тем больше рисков, что эти люди попадают в зону внимания спецслужб Казахстана, они становятся объектом не просто преследования, а слежки, и через этих людей просто определяют мое местоположение, и там возможны самые разные события, вплоть до подкупа, отравления и все прочее. поэтому, чтобы вы все хорошо понимали, я перемещаюсь очень узким составом тех людей, которые действуют вместе со мной и помогают мне отбиваться от возможных нападений. Вот, собственно, поэтому, скажем, тем, кто желает видеть очень яркие ролики, я объясняю, что вы должны просто понимать, что я веду очень замкнутую и закрытую жизнь, и доступ ко мне очень сильно ограничен из возможного нападения. У меня нет возможности даже на территории Франции привлекать большое количество людей, режиссеров, там, все прочее, и, скажем, более интересно подавать свои выступления. Итак, что происходило в прошлом году? В прошлом году под машину моей дочери спецслужбы подсунули приборы слежения, так называемый GPS, и понятно, что когда я приезжал на определенную территорию, встречался с членами своей семьи, как выяснилось, они через эти машины таким образом определяли их местоположение и находили меня. В свою очередь, когда моя охрана обнаружила эти следящие устройства, были поданы заявления в швейцарскую прокуратуру, полицию, но надо знать эти страны, они действуют очень медленно, но если начинают действовать, то скажем, это двигается такая неумолимая машина. И вот неожиданно в марте месяце на территории Швейцарии именно расследовательская машина начала очень быстро двигаться. мою дочь пригласили для дачи показаний зятя, написано было очень много заявлений, было описано каким образом были найдены следящие устройства, и буквально через некоторое время был обнаружен в лесу вот этот охранник, который охранял Даригу Назарбаев, как пишут французские средства массовой информации и швейцарские средства массовой информации. Я хотел бы вас проинформировать, что в Женеве и вообще на территории Швейцарии у семьи Назарбаев очень большие активы. В частности у Динары и Тимура Кулебаевых есть дом, который они купили приблизительно за 75 миллион долларов. На тот момент это была самая дорогая сделка в истории Швейцарии. Соответственно охрана постоянная они в среднем получают охранники у Кулебаевых до 15 тысяч долларов в месяц, чтобы вы понимали уровень какой оплаты труда этих охранников. И они безусловно выполняют различные разведывательные операции. Собственно я понимал, что слежка организована бывшими сотрудниками внешней разведки. Откуда я понимал? Еще такую вам деталь хочу сообщить. Дело в том, что когда в декабре 16 года я вышел из французской тюрьмы по запросу об экстрадиции из России французская прокуратура передала очень важные документы высший административный суд в Франции, которые тоже сыграли определенную роль в том, что я был фактически оправдан и выпущен из французской тюрьмы и высший административный суд вынес решение, что все обвинения те, которые переданы французской стороне якобы я похитил миллиард долларов у России или Украины или у Казахстана все они являются сфабрикованы обвинениями и это связано с моей политической деятельностью. Как выяснилось, бывший глава внешней разведки господин Скворсуни прямо занимался разведывательной деятельностью против меня по заказу казахских властей. Он был арестован, дома у него был сделан обыск. В результате этого обыска были обнаружены документы, которые подтверждают, что бывший глава внешней разведки работал против меня. Даже тогда, когда я находился в тюрьме, им проводились специальные действия, чтобы выполнить заказ казахских властей. Сейчас это уголовное дело ведет следственный судья. Дело очень высокого накала. Следственный судья, он же очень известный во Франции, ведет уголовные дела против бывшего президента Франции Николая Саркази. То есть вы понимаете, уровень расследований, который сейчас проводится. Вдумайтесь, бывший глава внешней разведки работал, занимался шпионажем на территории Франции в пользу казахских властей, в пользу Нурсултана Назарбаева. И есть очень много доказательств, что он получал денежные средства и выполнял политический заказ казахских властей. Далее, нынешний убитый пятью пулями человек господин Фористье, который обнаружили в лесу на границе со Швейцарией, тоже является бывшим сотрудником внешней разведки Франции. Бывшим. Далее, и в том числе его родственник этого убитого является личным водителем Дариги Назарбаева. Это все пишет французская пресса. Но с учетом того, что в Швейцарии окопалась вся семья Назарбаева, что у них фонд есть, недвижимость, вы понимаете, что к этому безусловно причастны и Тимур Кулебаев, и Динара Кулебаева, и Дарига Назарбаева, и сам Назарбаев. Конечно, мы сейчас будем проводить активные действия. Я знаю, что сейчас по как пресса сообщает французская изучается именно как пишут связь с казахской мафией. То есть их так квалифицирует действие наших властей. Это действительно мафия. Французские газеты прямо пишут связь этого бывшего убитого телохранителя с казахской мафией. И вот эта мафия на территории Франции ищет возможность каким образом меня ликвидировать. Как вы понимаете, сотрудники бывшей, бывшей сотрудники внешней разведки Франции. Вот, собственно, я это хотел сообщить. На самом деле это большой клубок, большой клубок игроков, которые организовывают преследование тех людей, которые не согласны с этим режимом, они действуют на территории всей Европы. И сейчас мои адвокаты соответствующие заявления сделают. Вы скоро услышите о новых заявлениях в других странах. Теперь вы понимаете, здесь целая цепочка событий складывается в единую линию. Дарья Назарбаева сейчас является председателем Сената Казахстана. И я хотел бы процитировать, что пишут в швейцарской и французской прессе по поводу Дарьи Назарбаевой. Они пишут, что она является председателем Сената Казахстана. У нее огромное состояние, которое она прячет в налоговых убежищах. То есть, они просто по сути дела прямо говорят, что она уходит от налогоблажения в офшорных зонах. Обратите внимание, это пишут средства массовой информации Франции и Швейцарии. И далее, что они пишут? Похоже, у нее есть все шансы сменить отца на посту президента страны. Я хочу еще раз на этом примере показать, что наша мафиозная власть не ограничивается преследованием инакомыслящих на территории Казахстана. Все свои действия они пытаются такого криминального характера проводить и за пределами Казахстана. Режим Назарбаева нанимает лоббистов. Они такие вот джентльмены, которые обвиняют меня в каких-то преступлениях, подкупают журналистов, прессу, выпускают фальшивые книги, которые написаны в кабинете Назарбаева. без указаний какая типография печатать. Вообще есть простое требование должна быть типография известная. И вот некий подпольник типографии печатает эти здания, потом казахские средства масс-информации тиражируют, что якобы английские журналисты написали в Мухтаре Блязеве, что он мошенник, все прочее. Все это делается именно путем подкупа, лоббирования и влияния. Очень много переписки уже опубликовано и наше посольство, которое существует на территории европейских стран, в частности Франции, они занимаются откровенным лоббированием, шпионажем для того, чтобы задавить политического оппонента это режима на территории чужой страны. Но, как видите, все не так просто, не так просто, потому что это демократические страны. И сейчас по сообщениям журналистов, которые ссылаются на свои информированные источники в следственных органах, уже однозначно изучается версия и причастность, прямая причастность семьи Назарбаевых к организации вот таких разведывательных, так называемых, операций, как они написали. На самом деле это не разведывательные операции, это подготовка похищений и убийства. чтобы вы знали, кто рулит страной и кто хочет прийти власти вместо Нурсултана Назарбаева. Это криминальная группировка, мафиозная группировка, которой, я уверен, в результате этих расследований будет, в конце концов, выявлена их роль во всех этих преступлениях за пределами Казахстана, шпионаж и подготовка убийств и все прочее. Спасибо за внимание. До следующего раз, до эфира. До новых встреч.